Бесмирнахи рахман и рахим. Вот сейчас мы открыли. Плов на стадии заводки. Через полчаса практически он будет готов. В этом Казани томится 80 килограмм плова. И таких здесь два. Восточное блюдо Дивир Семитов готовит по своему рецепту. Повар сначала прожаривает лук до золотистого цвета, потом добавляет мясо и морковь. Процесс приготовления занимает около шести часов. Плов здесь обключает немножко татарский колорит. Узбекский здесь авариант присутствует. В общем, такой вот, чтобы действительно он удовлетворял все, чтобы каждый при этом, независимо от того, чтобы пришел, почувствовал частичку своего. Супы очень разные. Один день борешь, другой день рассольник, третий день лапша, четвертый ниши. Так что приходите. Сегодня в меню вечернего разговения еще и лапша. Ее повара предпочитают готовить сами. Так суп получается намного вкуснее и по-домашнему. Соль и перец по технологии. Попробовать на вкус нельзя, поскольку все повара держат пост. Если, допустим, пять яиц, там уже определенная щепотка соли, допустим, две щепотки, уже как бы на глаз мы это делаем. Ну, всегда, как бы, никогда еще не подводила. Очень вкусный чай завариваем, чай мы положили, лимон, мяты, душицу. И очень нас... Вот сейчас последнее, это мгновение, наверное, завариваем и отпускаем. Да и в таро, все уже у нас готово. В месяц Рамадан Центральная Соборная Мечеть каждый день принимает по 700-800 верующих. Для всех желающих здесь организовывается бесплатная трапеза. И в таро проводится за счет пожертвований прихожан. Стандартное такое меню стоит у нас 75 тысяч. Это получается практически 100 рублей. И в эти 100 рублей заходят салаты, фрукты мы ставим, фрукты и сладости мы ставим. На первый мы суп даем, каждый день суп. Потом уже у нас каждый день мы делаем два казана плова. Днем правоверные мусульмане отказываются от пищи и воды. Данное правило не распространяется лишь на путников, больных, беременных, кормящих женщин и несовершеннолетних детей. В этом году месяц Рамадан приходится на длинные летние дни. Как говорят верующие, прохладная погода – подарок от Всевышнего. Чувствуешь себя хорошо, бегаешь, легко. И погода хорошая. Когда работала не могла. Сейчас уже 7 лет, кажется, уже я уроза не легко дается. Не трудно. Держу уже давно. Я сюда пришла с мамой, с бабушкой, с тетей. Они тоже держат. В этот период предписывается больше молиться, совершать добрые дела. Именно в этом месяце был неспослан Коран. И во время поста совершается дополнительная молитва – таравих. Закончится Рамадан 5 июля. Тогда мусульмане встретят Ураза Байрам. Этот день объявлен в Татарстане нерабочим. Гульяник Матулина, Ренат Харасов, Новости НТР.